И снова здрасте всем нормальным и адекватным обитателям YouTube. Продолжаем наше видео, посвященное карбюратору OZON 2140, москвичевскому, или 2140-10. Но советы, которые вы сегодня услышите, будут связаны вот с этой частью. То есть этот видеоролик посвящен исключительно крышке. Как ее сделать и сделать хорошо, чтобы она действительно толково работала. Хотя она там и взаимозаменяемая, и среди других моделей. Однако это крайне важная часть карбюратора. Итак, начнем. Начнем мы с того, что когда вы разобрали свой карбюратор, хорошо было бы его, в принципе, до разборки почистить, для того, чтобы он нигде там не засорился. В процессе последующей сборки делать это можно, конечно, без фонетизма. Но я бы вам посоветовал почистить его крайне хорошо. Крешку эту можете попробовать, например, ну или как любую другую часть карбюратора вашего, замочить в растворителе. Растворитель по книгам советским еще рекомендуется. От 646 до 650. Пользуйтесь, ну, такими нормальными, не самыми дешевыми растворителями. И можно его попробовать замочить, например, на сутки. Ну, в зависимости от трагичности ситуации, которая у вас с карбюратором произошла. Да, но вот было бы неплохо его отмочить. Дальше чистку продолжаете с помощью зубочистки. Зубочисткой вы прочищаете жиклеры. Жиклеры Эконостата. Эконостат, который у нас во второй камере работает. Конечно, если вы ездите не выше 4000 оборотов на своем моторе, то, ну, скорее всего, он не будет у вас никогда работать. Ну, разве что у вас огромной кубатурой мотор. И тогда он, конечно, будет работать. Почему его следовало бы почистить с помощью зубочистки? Потому что он регулярно дышит. Открывая вторую камеру, через вот этот канал в крышке вы можете понаблюдать по своему карбюратору. Попадает воздух через топливный, воздушный и эмульсионные каналы. И они постепенно зарастают коксом. Или зарастают вот тем нагаром, который у вас мотор создает. Особенно они зарастают, когда у вас через сапун уже такой очень приличный дым идет. Когда у вас кольца износились на моторе или мотор в целом подуставший. Поэтому почистить их было бы неплохо. Однако, будьте аккуратны для того, чтобы не отломался кусок зубочистки и там внутри не остался. У вас тут же клеров таких 3 штуки. Третий находится вон там в глубине. Поэтому почистите их хотя бы, ну хотя бы легонько. И вы увидите, что есть определенный налет у вас остается. И за них можно уже в принципе забыть. Дальше. После чистки можете приступать к прокладке. В отношении прокладки на карбюраторе москвичевском есть вообще целая отдельная история и целая отдельная проблема, которую можно наблюдать в разных даже видеороликах. Ну, начнем с того, что размер прокладки должен быть такой, достаточно мясистый. В данном случае прокладка куплена в обычном магазине автомобильных запчастей. Толщина ее у меня 0,9 мм. То есть она достаточно толстая. Если у вас карб износился и уже там дугой пошла крышка, то такая толстенькая прокладочка будет вполне себе хорошим подспорьем. Еще продаются вот такие ремкомплекты. Очень такая раньше хорошая штука была. Сейчас о ее качестве сказать ничего не смогу. Но хочу заострить внимание в отношении прокладки. Нынешние прокладки вот в этих ремкомплектах, они вот точно такого же качества. То есть самые обычные за 2 гривны или 3 гривны, сколько у вас они такие стоят. То, к сожалению, они не совсем подходят для карбюратора москвичевского ZON 2140. Раньше в этом ремкомплекте продавалось другого цвета. Возможно, кто-то из вас знает. Такого темно-коричневого, более тонкая прокладка. Она хорошо подходила для новых. Однако, для новых карбюраторов, у которых нету прогиба фланца. Однако, самая главная и ее отличительная черта – наличие дырочки для карбюратора 2140 или 2140-10. Хочу вам показать блушную прокладку, в которой я вчера проковырял дырку. И вот эта дырка является крайне важной частью. Вот она. Направленная напротив первой камеры. Вот разрез в эту сторону у нас направлен. Вот эта дырочка. Она у нас играет огромную роль для холостого хода. Вот я обычную прокладку, которую купил в магазине, так совмещу, чтобы было достаточно наглядно видно, что нужно постараться немножко, чтобы ее сделать. Если вы попытаетесь сделать ее сверлом, то тогда будет у вас проблема ввиду многих ворсинок, которые останутся от бумаги. Поэтому постарайтесь ее проковырять чем-то другим. Я это сделал с помощью вот этой отвертки. Просто уголочком ее вот так несколько раз продавливал по кругу. И получился такой вполне хороший вариант. От соседних дырочек вы просто пооставляете где-то по полтора миллиметра. И диаметр этого отверстия 5 миллиметров. Тогда вы сможете увидеть, что положив ее на нужное место, вы заметите, что она вот у вас находится напротив канала, по которому у вас поступает воздух. Вот напротив вот этого канала. И воздух идет у вас к воздушному жиклеру холостого хода. В карбюраторе Озон 2140-10 или просто 2140 вот здесь находится колодец. И вот в этом колодце стоит воздушный жиклер. К сожалению, многие ставят обычную прокладку. И просто вот это место получается, что закрывают. Вот, как видите, место закрыто. И впоследствии холостой ход остается без воздуха. Очень богатая смесь и огромный расход топлива. Одному мужчине я регулировал карбюратор, у него эта причина и была. Если вы не подумаете, что реклама, смотрите канал, который на ютубе называется «Лекс». Криворожский парень ремонтирует машину в своеобразном стиле, преподносит весь материал. И вот одна из ситуаций, когда москвичевский карбюратор ему регулировал, не помню, как зовут того пожилого мужчину, карбюраторщика или карбюризаторщика, как он любит его называть, то для того, чтобы настроить карбюратор, тот карбюраторщик применил такой подход. Вот этот винт 330, винт вторичного эмульсирования смеси холостого хода, он его открутил, ну, наверное, оборотов на 5 или что-то такое. Ну, приличное количество. И впоследствии холостой ход он получил более-менее нормальный, и работу переходной системы тоже более-менее нормальную. В принципе, это можно считать в экстренных ситуациях. Вариантом решения проблемы, если у вас плохой холостой ход, вы поставили там плохую прокладку, можно сделать. Если у вас расход 15 литров на сотню, возможно, причина именно в этой дырочке, потому что, ну, тут мужчина, о котором я упоминал, получилось, что у него после регулировки расход спал, ну, где-то там у него было литров 13 расход, примерно к 8-9 литрам у него расход упал, только после того, как вот этот винт порегулирован был, ну, такая аварийная замена вот этого отверстия. Так что будьте очень внимательны, когда ставите прокладки на свой карбюратор 2140-10, или просто 2140, там, без 20-ки, без 50-ки, без ничего. Раньше были здесь хорошие прокладки, сейчас не знаю как. Вчера проверял в том же магазине, то, к сожалению, там были вот такие самые обычные, самые дешевые. Так что будем считать, что вот этот важный пункт вы сделали правильно в регулировке карбюратора и поставили правильную прокладку. После того, как вы ее поставили, после этого вы ставите уже клапан, клапан поплавкового механизма. Здесь я, наверное, добавлю вам фотографии, чтобы вы увидели, что эти клапана запорные бывают самых разных конструкций. Квадратные там, какие угодно, есть даже вот с таким каким-то непонятным пластмассовым удерживателем, бывают круглые, без шарика. Я бы вам рекомендовал нормальный, с шариком, с правильной металлической дужечкой и не с резиновым наконечником, а с металлическим. Просто, чтобы он был цельнометаллический, без какого-либо уплотнения силиконового, резинового, неважно какого. Просто металлический хороший притертый клапан. Устанавливаете его. Вот так вот. Ну, или, вернее, удобнее будет его сначала поместить на поплавок и уже потом устанавливать. Кстати, в отношении поплавка проверьте его. Ну, хорошо, если вы при разборке обратите внимание, будьте аккуратны, чтобы он был целым. Если в нем какие-то есть отверстия, он наполнится у вас бензином, и тогда будет большой расход топлива. Здесь вам пригодятся небольшие пассатижи для того, чтобы оську вашу закрепить окончательно. И вот после того, как вы ее поставили, у вас есть ваш настроенный, нет, еще не настроенный поплавок. Чтобы его настроить, вы должны знать парочку размеров, которые хорошо на Дазовском сайте есть регулировки карбюраторов типа Озон. Там в виде таблиц это все выложено. Вы можете посмотреть для вашего карбюратора именно вашей модификации. Но, в принципе, там у всех карбюраторов Озон один и тот же уровень топлива 6,5 мм. 6,5 мм. Это имеется в виду зазор, ну вот, который так вот регулируется. На канале Наиля Порошина. Тоже не подумайте, что это реклама. В свое время я много смотрел этот канал. Вы можете увидеть, как его регулировать. Ну, регулировать очень просто. Подводите так, что... Ну, можно зафиксировать для начала, чтобы зашел в упор ваш клапан. И потом шариком он возвращает... Шарик возвращает поплавок, немножко удаляя. И вот зазор, который между прокладкой и поплавком, должен быть 6,5 мм. Вы можете для этого использовать сверло или же, в принципе, ну, любое другое удобное вам устройство. У меня вот от воротка есть ручка, у которой размер как раз 6,5 мм. Я просто возьму, ей воспользуюсь. Можете взять там любое ваше подручное средство, которое будет правильного размера. И вот вы его заводите и наблюдаете, что зазор у нас большой. Придавливать его не нужно. Шарик пружинит. Вот такой вот зазор неправильный. Ну, нам тогда нужно его либо немножко подавить, вот так, для того, чтобы зазор наш выровнялся. И после того, как вы несколько раз так подавили или прижали там язычок соответствующий, вы выравниваете до нужного калиброванного размера. Следующий размер 8 мм должен быть, если я не ошибаюсь. Перепроверю себя. Да, здесь в этой таблице, к сожалению, не указывается. В старых советских, по-моему, книгах упоминается то ли 8, то ли 8,5 мм. Вот здесь нужно будет уточнить. Напишу в видео. Похожим образом вы регулируете, однако теперь вы опираетесь на работу вот этого язычка, который здесь упирается в тело запорного клапана. И вот это должно быть максимальное расстояние, которое вы регулируете уже таким образом. И вот ваш поплавок должен быть выше. Получается, что здесь вы выставляете зазор уже, чтобы вам подходил. Поэтому немножко вы поднимаете его, подгибаете этот язычок и делаете, чтобы зазор у вас... Ну, сейчас уже зазор слишком маленький. Немножко нужно его отогнуть. Зачем вот эту регулировку производить? Для того, чтобы не переклинило... Ну, перекос может получиться, если сильно вытянется ваш... Ну, вот запорный клапан, то получится его перекос. Его может просто заклинить и в дальнейшем он не будет вам останавливать топливо. И оно будет слишком большого, высокого уровня. То есть, будем считать, что мы отрегулировали по обоим калиброванным размерам. Поплавок после чего вам нужно проверить и в романтическом режиме проверить работу, насколько он обеспечивает герметичность. Когда будете проверять, не забудьте закрыть вот эту часть, потому что она как раз сообщается. Тут, где у нас установлен фильтр. И вы просто тянете ртом, создавая разрежение и должны почувствовать, пропускает ли он воздух. То есть, если он не пропускает и держит вакуум, то это отлично. Ну и так, самый романтический момент в видео. Как видите, держится за губу. То есть, действительно, клапан герметичный. Постарайтесь, чтобы ваша жена этого момента не видела. Следующий момент. Постарайтесь купить фильтр очистки бензина, который здесь ставится. Пусть он будет новый. Если у вас вдруг не получилось открутить заветную крышечку, которая закрывает это место, то вам тогда понадобится, ну, возможно, вот такой ключик будет вам помощью. Ключ на 19. Постарайтесь все-таки открутить, достать, проверить, потому что не факт. Во-первых, если вы купили бэушный карбюратор, что там фильтр этот есть. Второе, не факт, что он целый. Часто они очень повреждены достаточно. И еще такой немаловажный момент. Там часто бывают окислы. Если вы посмотрите, да, внимательно, то ввиду того, что бензин у нас часто с водой, то здесь начинает, ну, начинает происходить коррозия. Какие-то окислы образовываются. И оно постепенно забивает, ну, вот эти и фильтры разрушают, и забивает канолы. Так что обязательно проверьте этот момент. Он не часто страдает, однако все-таки бывают случаи. Если хотите отрегулировать карбюратор хорошо, то тогда постарайтесь сделать это. Затягивайте этот винт, ну, без фанатизма. То есть ощутимо. Прилагайте усилия, но так, чтобы не сорвать ни резьбу, ни саму заглушку не повредить. Итак, в принципе, уже у нас неплохо получилось. В данном случае у нас условно готова вот эта часть собрана. Отверстие наше очень важное мы сделали. Прокладка, да, будем условно считать, что тоже новая, подходящая. И вот теперь следующий очень важный момент. Это регулировка пускового зазора. Пускового зазора воздушной заслонки. Вот здесь хочется рассмотреть некоторые конструктивные особенности, ну, или некоторые части этого устройства. Итак, первый момент. Хочу обратить внимание на то, что есть, ну, вот, как вы видите, в карбюраторе, 21-40-20-ка, у нас вот эта тяжка, которая подтягивает в этом месте воздушную заслонку. Вот конструкция вот этой тяжки, ну, очень ущербна. Почему? Потому что впоследствии ее эксплуатации она очень сильно, ну, разрушается, портится, и, кроме того, разрушает место, где она крепится. Вот, во-первых, я вам хочу показать, что, ну, вот эта ось воздушной заслонки, сама воздушная заслонка, и вот посмотрите, как она часто портится. Вот такой момент довольно часто. Он, конечно, на первый взгляд не критичный, однако, вот этот люфт, он выбирает немножко какие-то там части воздушного зазора и портит. Кроме того, вот эти отверстия, к сожалению, разбиваются. Ну, вот в одной из них, как вы можете посмотреть, на карбюраторе, в одной из них, прошу прощения, за акустический дискомфорт, крепится тяжка, которая и, ну, вот, портится. Хочу вам показать, как раньше, на более старых версиях карбюраторов, эта тяжка была реализована. Возможно, не сильно хорошо будет в видео, я постараюсь тогда фото вставить. Эта тяжка ранее была более простой формы, ну, даже если она такой, достаточно современной формы, ну, на ней были два шплинта и две шайбочки. Благодаря этим шайбочкам, она не люфтила, вот, в таких вот плоскостях, и постоянно находилась в одном хорошем, правильном положении. Благодаря этому, меньше разбивается, меньше портится вот эта ушка, которая двигает воздушную заслонку. Так что, если у вас есть возможность, ну, то есть, если у вас нету такой хорошей, их сейчас нигде не достать, на старых только карбюраторах они есть, вот такая тяжка, если нету, вы можете постараться хотя бы на вот эту тяжку, одеть хотя бы одну шайбочку. И тогда вы ее разместите возле ушка, и меньше будет люфтов. Уже жить ушко будет дольше, потому что, вот этот небольшой нарост, ну, как его еще назвать, технологический момент, который у нас вот здесь есть, он сам разрушается и портит, портит жизнь ушку. Его разрушает. Поэтому, если вы сюда подставите шайбочку, можете померить, например, там, диаметр, отверстие будет в 3 мм, то есть, внутренние, там, 3-3,5 мм, можете шайбочку подобрать и ее поставить. Это продлит жизнь, или серьезно продлит жизнь вашей пусковой системе. Далее, следующая часть. Когда будете выбирать прокладочку, ну, вот, постарайтесь выбрать ее какого-то, ну, нормального качества, потому что, к сожалению, они сейчас такие, ну, часто продаются очень хиленькие и практически в руках рвутся. Поэтому, когда выбираете, берите не самую дешевую, берите хотя бы, ну, такую, хотя бы среднюю. Старые прокладки, которые сняты с карбюраторов, часто в очень достойном состоянии, однако, уверенности в их эксплуатации дальнейшей, вы, ну, как бы, не можно гарантировать. Поэтому, вы оцениваете ее состояние, следует ли ее дальше эксплуатировать, если вы не можете купить ее качественную, нормальную, и замену. Обязательно ставьте бумажную прокладочку, вот таким образом должна она устанавливаться в свое устройство. Вот. И в отношении этого самого устройства тоже несколько важных напоминаний. Обязательно там должна быть пружинка, если вы его разобрали, потом собираете, ни в коем случае ее не забудьте. Пружинка обязана быть. Дальше. Вот этот очень важная внутренняя часть, вот этот хвостик регулировочного винта, именно он играет такую большую, ключевую, можно сказать, роль в регулировке. Именно им вы будете регулировать воздушный зазор. Под вот этой пробочкой, она достаточно часто сильно затянута, ну, и это, в принципе, правильно, потому что здесь, в этой полости, должна быть герметичность, вы найдете сам вот этот винт, его регулировку. Регулировать его я вам советую узкой отверткой, потому что там, если широкую отвертку вы будете применять, тогда вы сможете повредить резьбу и проблемы будут в регулировании. Ширина отвертки, ну, вот, 3 мм максимум. Если у вас есть такой ширины отвертка, это отлично, вам будет удобно и хорошо порегулировать. Как эту регулировку вам можно произвести хочу показать уже на собранном карбюраторе. Вам нужно отвести, хотя это много времени посвящалось уже многими блогерами, ну, просто покажу, что вы отводите вот эту тягу, в которой приходит трос, оттянули, у вас вся система сработала, воздушная заслонка закрылась. и вот теперь вы, когда ее смещаете, ну, надавливаете вот в этом месте, то есть, вот в этом месте, надавливаете до определенного щелчка, то есть, вы должны услышать, что что-то там цокает. Вот, можно попробовать изобразить это вот на отдельной части. вот когда вы ее нажимаете, то слышите определенный щелчок, ну, лицо конья. Получается, что металлическая часть, вот эта серединка, она упирается, упирается в кончик регулировочного винта. И вот это и есть наша регулировка. получается, что вы, затянув механизм, когда вы делаете вот этот упор до щелчка, вы получаете вот тот самый нужный вам зазор. И этот зазор, опять-таки, обратим внимание на таблицу, должен быть определенного размера. Можете использовать для его регулировки калибр какой-то, ну, или взять, например, для карбюратора москвичевского Озон по заводу, 4 миллиметра калибр. То есть, вы вытягиваете всю систему и проверяете такой или там зазор. Дальше. Двигаемся дальше. теперь сама ось воздушной заслонки. Как вы знаете, наверняка, она выглядит примерно вот так. Если взять ее в разобранном виде, то сама ось выглядит вот таким вот образом. Винтики, небольшие винтики, которые используются для ее крепления, выглядят примерно так. здесь хочется затронуть момент аэродинамики и ее практичности. То есть, можно было бы, например, если вы ее вытащили, немножко отпилить верхнюю часть, в которой нету резьбы, отпилить и сделать из нее такую как бы половинку. оставить, после чего, ну, можно сказать, вы немножко улучшите аэродинамику внутри вашего карбюратора. Это приятный будет бонус или плюс. Или же можете сделать что-то подобное, отрезав верхнюю часть, прикрепившись далее, сделать еще разрез в задней части, для того, чтобы еще в большей степени облегчить вдох для карбюратора. Я считаю, такой конструкции должен был быть вот этот узел именно изначально, для того, чтобы карбюратор мог легче дышать. Конечно, видео это не так, возможно, просто покажется. Постараюсь поставить парочку фотографий, которые наглядно помогут вам сравнить, что тот воздушный тракт вместе с жирной, можно сказать, вот этой воздушной заслонкой достаточно такой, ну, не развит. И воздушный тракт вместе с вот такого плана воздушной заслонкой. Конечно, она не будет какой-то там огромной полезной работы вам совершать, когда вы едете, например, на частичных нагрузках, когда вы экономите топливо, когда вы ездите в обычном городском режиме. Однако, она может быть хорошим таким бонусом, маленьким плюсом к тому, когда вы едете на полном дросселе. И не скажу, что это добавит вам какую-то там лошадиную силу, может быть, это вам добавит какую-то собачью силу ваш мотор. Ну, даже если собачья сила добавится, это уже хорошо. В принципе, осталось нам совсем немного. Последний момент, который хотел предложить, это изменить конструкцию шпилек. Постоянная проблема с этими шпильками происходит, когда они откручиваются вместе с гайками. Ну, вот, хочу предложить такой вариант использовать шестигранники. Ну, под шестигранник болты. Обязательно под них подложите гровер, для того, чтобы он хорошо был закреплен. И, кроме того, для надежности можно еще их резьбу, кончик резьбы намазать герметиком, например, чтобы, когда вы его закрутите, ну, естественно, на обезжиренную поверхность, для того, чтобы он хорошо там закрепился и впоследствии надежно и долго у вас сидел. Ну, в принципе, в конечном итоге примерно вот такого плана вот столько внимания для того, чтобы сделать, ну, так сказать, идеальную верхнюю часть карбюратора. Вот столько моментов, столько нюансов вы на них должны обратить внимание. Так что пользуйтесь такой вот небольшой инструкцией, такими подсказочками. я думаю, вам они помогут, чтобы настроить свой москвичевский корпоратор, сделать это отлично, качественно и ездить с нормальным, адекватным расходом топлива, особенно в наше время, когда за расходом топлива не успевает ни кошелек, ни какие-то там моральные соображения и эмоциональная готовность. В следующем видео